День Героев Отечества По инициативе президента России в День Конституции 12 декабря во всех государственных учреждениях прошёл Общероссийский день приёма граждан. Проходил он и в прокуратуре нашего города. В этот день прокурор Десногорска Алексей Сергеевич Колокольцев с 12 и до 20 часов постоянно находился на рабочем месте, чтобы все желающие смогли к нему попасть. У Десногорцев была возможность обратиться к прокурорским работникам с жалобами и заявлениями о нарушениях их конституционных прав и свобод, о состоянии законности и правопорядка, о фактах коррупции и по другим вопросам, входящим в компетенцию прокуратуры. За время проведения Общероссийского дня приёма граждан в прокуратуру города обратились 7 заявителей. Четверо из них обратились устно, а трое направили нам письменные обращения. Эти обращения приняты, зарегистрированы, по ним в установленном порядке проводятся проверки, о результатах заявителей будут письменно уведомлены, установленные законом срок. Что касается устных обращений граждан, то в режиме реального времени этим гражданам была предоставлена возможность связаться с теми государственными контролирующими органами, компетенцией которых относилось рассмотрение их обращения. Они получили необходимые консультации, но, кроме того, содержание их обращения доведено до руководителей указанных контролирующих органов, и они получат ответы в письменном виде из этих органов. За время проведения общероссийского дня приема граждан поступили обращения в сфере жилищного законодательства об обеспечении жильем, в сфере оплаты коммунальных услуг, поступили два обращения о несогласии с решениями органов дознания МВД России по городу Десногорску, поступили два обращения о несогласии с действиями судебных приставов исполнителей. Еще раз подчеркиваю, все эти обращения приняты и по ним проводятся проверки. Органы государственной власти, органы местного самоуправления должны постоянно владеть оперативной обстановкой, знать о нуждах, проблемных вопросах наших граждан, жителей тех муниципальных образований, где они проводились, и в целом жителей Российской Федерации. Поэтому проведение вот такого личного приема всех желающих, это, конечно, необходимость и вызвано стремлением органов государственной власти как можно оперативнее и качественнее реагировать на нужды нашего населения. Десногорск Органы государственной власти Органы государственной власти Десногорск В рамках праздника, который уже не первый год отмечается в России, Дня Героев Отечества, одного из дней воинской славы, Сотрудники историко-краеведческого музея подготовили и провели открытое мероприятие на тему «Славяне, Русь, былинные герои». Мероприятие проходило в течение всей недели, вызвало большой интерес. Подробно об истории создания этого праздника ребята узнали, посмотрев видеоролик. А затем ведущие, используя репродукции картин великих художников – Воснецова, Белибина, Врубеля – рассказали о богатырях земли русской. Ребята отвечали на вопросы и показали хорошие знания былин и истории всех известных богатырей. И, конечно же, снаряжение русских воинов. Назовите головной убор богатыря. Шлем. А как назывался тяжелый панцирь, сплетенный из качества? Качественная. В завершении мероприятия ребятам предложили одеть георгиевские ленточки – символ славы и героизма. Что они сделали с особой гордостью. Мне мероприятие очень понравилось. Мы узнали факты, которых мы не знали, о богатырях, то, что они правда были, о богатырях, которых не было, о былинах, о оружии, как использовали оружие. Такие мероприятия развивают наше знание в истории, наше знание исторических личностей, нашу память, поскольку что-то мы знаем, но мы уже не помним. Спасибо работникам музея за такое хорошее мероприятие. Тема защиты Отечества волнует многие поколения. Хочется верить, что и учащиеся средней школы номер три, которые посетили музей, вырастут неравнодушными к истории Отечества и будут знать своих героев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова